Мы широ витаем на белорусской земле гостей и удельников 19-го международного отеля-фестивалю «Акрасет». Фестиваль в Брамале, Кишинел и Варшава, Полтава и Черкассы, Львов и Черновцы, Хмельницкий и Житомир, Умань и Никольки разок старожитный Киев. Слово для открытия предоставляется председателю Ордкомитета 19-го международного телефестиваля «Агромир-2012», ректору учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», доктору ветеринарных наук, профессору Александру Павловичу Курдека. Уважаемые друзья, коллеги, гости, не побоюсь сказать, что сегодняшний телевизионный фестиваль проводится в нужное время и в нужном месте. Что касается времени фестиваля, то осень, ну, наверное, для хлебороба особенно волнительный период года, когда и закрома полны, когда и настроение хорошее, да и отдохнуть можно достойно. Что касается проведения в Республике Беларусь, я думаю, это тоже в очередной раз сюда фестиваль пришел, и это тоже правильно, потому что на сегодняшний день уже у нас в стране закончены разговоры, каким должно быть сельское хозяйство, куда идти. За последние годы мы имеем и неплохой результат. В Могилевскую область, в Горке, фестиваль тоже пришел вовремя и в нужное место, потому что только вот буквально неделю назад здесь, в Горках, у нас состоялся республиканский фестиваль-ярмарка «Дожинки-2012». На этом празднике, который традиционный стал у нас в стране, вся Беларусь говорила «спасибо хлеборобу». А «спасибо» было сказать, было за что. 9 миллионов тонн зерна – это почти одна тона хлеба на каждого жителя. Такой результат, поверьте, имеют далеко не многие страны. Ну и, конечно же, символично, что очередной телевизионный фестиваль «Агромир» проходит в стенах Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Очень приятно, что сегодня в зале и молодые, и старшие. Эта же смена растет тем, кто на полях первой Беларуси сегодня работает. Мы про вас будем рассказывать. Я надеюсь, что в этом зале еще есть герои, может быть, ну не моих, а вот кто помоложе участников фестиваля. Каждый год мы подводим итоги. Это тоже наши дожинки фестивальные. Мы называем лауреатов, кто лучше программы сделал. На этот фестиваль уже заявлено более 80 телепрограмм из 11 стран мира. Это немало, поверьте. И фестивалю 19 лет это тоже немало. И мы приглашаем к микрофону председателя Горинского районного исполнительного комитета Игоря Николаевича Макара. Уважаемые присутствующие, уважаемые гости, приглашенные. Прекрасная городская земля. Я рада приветствовать вас на 19-м международном телефестивале. Наверное, сегодняшно то, что этот телефестиваль проходит сегодня после основного праздника Труженикова села Яром Кадожинки 2012 года, который прошел на нашей городской земле. И основной праздник проходил на территории, наверное, самого старейшего вуза нашей страны, городской сельхозакадемии. И то, что сегодня после этого праздника пришел второй праздник, говорит о том, что, наверное, мы этого заслужили. И, наверное, те гости, те присутствующие, которые давно не были в нашем районе, в нашем городе, за время провождения этого праздника смотрят и смогут увидеть очень много интересного. И, наверное, та оценка главы государства, когда он высказывался о том, чего достигли Труженики городского района, а я могу сказать, практически была сделана революция за эти два года, которые прошли перед подготовкой этого праздника. Наверное, та оценка, когда он сказал, что когда я проехал в Горки, я думал, что я попал во Францию, в Париж, я думаю, очень много стоит. И, наверное, то, что сегодня сельское хозяйство городского района находится на подъеме, то, что сегодня строятся новые малышно-товарные фермы, а их много не мало, 12, то, что сегодня мы, наших студентов, имеем возможность конкретно познакомиться с тем производством, которое сегодня есть, а такие объекты у нас построены два в нашей Сельхозакадемии. Это рыбопитомник по развитию лососевых рыб и научно-практическая школа на 280 голов дойного стада, где сегодня собраны самые новейшие технологии, которые имеются в мире. Это дает возможность нашим студентам конкретно изучить то, что сегодня есть самое передовое в мире. Сегодня не отпала необходимость выезжать за границу, платить валюту для того, чтобы пройти переподготовку. И это дает возможность аграриям нашей страны также пройти и специалистам пройти переподготовку в стенах нашего старейшего вуза. И с учетом того, что поручение главы государства наше район является базовым не только в Могилевской области, но базовым в целом по республике, дано поручение главы государства, чтобы все прошли переподготовку у нас, в нашей академии, в нашем районе, наверное, стоит очень дорого. Поэтому я рад, как вертикаль власти, приветствую всех вас, желаю всем вам, бежим, здоровья, хорошего, светлого, прекрасного. А я думаю, что увидимся очень много прекрасного, потому что это новый город. Это город, который имеет прекрасный и приятный выгляд. Это те объекты, которые сегодня мы построили и знали для тружеников нашего города, нашего района, для соседних районов и в целом Могилевской области Республики Беларусь. Ими приятно гордиться. Значит, здесь не только сельское хозяйство, здесь построена мощнейшая социальная сфера в плане медицины, культуры, отдыха, спорт, значит, коммунальная служба, ну и другие объекты. Я не буду говорить про те объекты, которые сегодня прошли модернизацию и строительство в стенах нашей академии. Но то, что сегодня сидит молодое, наше будущее, я так понимаю, студенты первых курсов, я думаю, им будет чем гордиться, что они поступили учиться в наше учебное заведение. Потому что я безозрения, собственно, могу сказать, что сегодня материальная база нашей академии самая мощная в учебных, образовательных, значит, заведениях нашей страны. И, наверное, те, что я говорю, два объекта, их сегодня нет на бывшем постсоветском пространстве, как учебно-ноушно-практическая ферма и рыбопитомник. Поэтому всем всего самого наилучшего, и мы рады, что это мероприятие проходит в нашем районе. Спасибо. Среди участников фестиваля гости из соседней Латвии, где почти 20 лет назад родился этот форум. Я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену и предоставляю слово режиссеру национального телевидения Латвии Дэси Славинской. То, что сегодня мы проехали через Беларусь, преодолели огромный путь, и я поняла, что мы в Евросоюзе в основном на словах любим землю, мы патриоты, мы хозяева земли, но у нас заросшие поля, у нас брошенные фермы, у нас очень много разваленных хозяйств, и мы позволяем себе указывать, кто как должен жить. И мне за это стыдно. И что я хочу сказать, что я поражена тем, что вы умеете быть господарями земли. Приветствовать гостей и участников телефестиваля приехал и знаменитый Полесский хлебороб. Герой телепрограммы «Господар» телеканала «Беларусь-2», директор хозяйства «Санковскомунист» Ельского района Григорий Владимирович Бобчонок. Добрый вечер, шановные гости, шановные ученики и участников. Дозвольте мне, отымявших панишуков, приветствовать вас тут на городской земле. И поклониться к ним, к вам. Праца селян – это вельми отказная и вельми тяжкая праца. Потому что, сами ведутся, селяне поднимаются зоркой, и зоркой они лягаются. И хлеб я вам привез за вашу працу, за то, что вы славите нас. Хотелось бы, чтобы это было так и далее, чтобы вы показывали нашу вёску, какая прегожая, какая богатая наших людей, более замужними, более такими ширыми, богатыми. Тому старшине вашего фестиваля, одна из полежков, наш полежский караван. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас концертная программа. И я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки и песни «Веросин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин